Привет, ребята! Я тут подъехала в магазин. Сегодня у нас такой выпуск. Я решила, вопросов поступает много. Вопросы разные. Некоторые такие вопросы, которые, скажем так, одноразовые, которые касаются какой-то конкретной ситуации. Человек что-то конкретное спрашивает, я конкретно ему отвечаю в личной переписке. Есть вопросы, которые часто задаваемые и задаются бесконечно и постоянно. Поэтому на такие вопросы, из-за того, чтобы я пишу, 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 пишу ответы, я решила просто взять и сделать видео ответы, поместить их. Если вы в следующий раз будете спрашивать, я просто буду отправлять ссылку. Поэтому сегодня такой выпуск. Ответы на вопросы. Инна отвечает. Будет вот такое у меня сегодня называться мое видео. Делать я его буду в разных местах, потому что, когда будет возможность ответить на вопрос, так я и буду отвечать. Поэтому не удивляйтесь, что сейчас я в машине. На следующий вопрос я буду отвечать где-нибудь еще сидеть, потому что я хочу постараться за неделю до четверга, которая вот у меня есть, потому что сегодня у меня суббота. Вот с сегодняшнего дня по, считайте не среда, потому что мне нужно это видео еще собрать вместе и поднять его в интернет, ну скажем, до среды, включая среду. У меня есть вот это время, эти дни, чтобы постараться ответить на все вопросы за последние три месяца, которые я считаю актуальными для обсуждения. Сразу скажу, что возможно это видео, конечно, получится длинным, потому что здесь я запишу пять минут, там десять минут, получится вместе, может, даже около часа. Я вам запишу список вопросов в описании к этому видео, вот, и вы можете примерно уже там ориентироваться по вопросам. Я не буду давать ссылки, где какой вопрос начинается, это слишком много для меня работы. Я просто напишу список вопросов, вопрос один, два, как он по порядку будет идти, и вы примерно можете листать по видео, либо смотреть все от начала до конца. Вопросы разные, они не касаются чего-то отдельного, поэтому я не делаю вебинар. Также на этой неделе выйдет вебинар, о котором я уже говорила несколько недель, потому что пришло 15 запросов примерно, ну, с одним и тем же. Поэтому я решила сделать вебинар, это, скорее всего, будет последний вебинар на эту тему, потому что такого плана вебинар я уже делала, но он там немножечко смешанный еще с разными вещами, поэтому люди главные поинты как бы не понимают. Поэтому я решила сделать конкретно вебинар, вот, выйдет, и вот эти ответы на вопросы. Такие будут информативные видео на этой неделе. Итак, это я хотела сказать. Дальше я еще хочу вам сказать, что очень многие находят меня по моим первым видео еще. У меня есть первая пятерка, шестерка видео, там, где там самое большое количество просмотров. Вот. И эти видео очень информативны о том, как уехать в Канаду, первое жилье в Канаде, как снять первое жилье, первые шаги иммигрантов в Канаде, вот всякое такое. У меня есть таких видео порядка пяти-шести. Они очень такие топовые у меня в плане просмотров, хотя они являются ключами как бы к моему каналу, да. Мой канал давно уже не об этом, но информация хорошая. Часть из этой информации, конечно, уже не актуальна. Поэтому, что я сделала, я немножечко поработала над этими старыми видео своими на прошлой неделе. И что я сделала, там, например, когда я рассказывала о том, как хорошо уезжать тракером по работе, и так дальше, я написала, что с 2015 года эта возможность уже намного больше закратилась, и это намного сложнее сделать, и так дальше. Об этом есть тоже много видео у меня на канале, и у моего мужа на канале. Вот. Поэтому я как бы какие-то исправления внесла в видео, то есть я сделала надписи, там, где я что-то говорю, так я сделала пометочки. Потом, из-за того, что под старыми видео, потому что комментарии пишут мне по сегодняшний день под все мои видео абсолютно, поэтому, естественно, я должна отвечать и реагировать, и понятно, что люди спрашивают, хотят знать информацию, почему бы ее не дать. Опять-таки, я не знаю всего, но то, что я знаю, я с удовольствием делюсь. И уже есть очень многие, то есть практически все вопросы по эмиграции, которые когда-либо спрашивали меня, но уже все ответы есть. Поэтому я, зная о том, какие вопросы, потому что вы смотрите видео, я что-то рассказываю, раз, и возникает по видео вопрос. А вот это, а вот это. Так я вот на такие все, а вот это у меня прямо внутри видео ссылки, я понавставляла ссылки с наименованиями видео, и написано «жми здесь», «жми здесь». Поэтому вот эти мои первые 5-6 видео, если вы откроете мои видео по хронологии от старых к новым, то у вас выйдут эти мои первые видео. И там есть очень много ссылок внутри самого видео, когда вы смотрите, прямо на экране у вас высвечиваются ссылки. Вам только надо пальчик нажать, и все, и вам откроется дополнительное окно с этими видео. Постаралась как-то оптимизировать, да, уже то, что есть, чтобы оно как-то работало на меня, потому что смысл в том, что оно есть, это прекрасно, что оно есть, но мне все равно приходится вам отвечать тем, что как бы слать эти ссылки вручную. Так я думаю, что это немножечко оптимизирует процесс. Такое у меня сегодня информативное видео. И первый вопрос, на который бы я сегодня хотела ответить, такой. Его спрашивают очень часто, и этот вопрос, вы знаете, действительно важный, потому что когда я ехала в Канаду, я об этом не знала. И знаете, вот та шутка, которая уже говорила, ехали в Канаду, а приехали в Квебек, это для многих тех, кто едет в Квебек. Я ничего не говорю, Квебек прекрасная провинция, и те, кто любит французский, прекрасно там устраиваются. Вот буквально на этой неделе у меня было собеседование с фармацевтом, девочкой. К сожалению, по техническим причинам я не смогу поднять наше интервью, но я отвечу на вопрос, потому что был вопрос по фармацевтике, и я, в общем, набрала информацию для него. Поговорила с девочкой, и все. Я вам перескажу наш разговор, но она сказала так, я очень люблю французский язык, она говорит, я его просто обожаю. Мой муж, конечно, любит говорить английский, он говорит на английском, ему очень тяжело с французским, но говорит, я люблю все. И она просто, она говорит, я никуда не готова ехать, как бы, я очень люблю это место. Поэтому, как бы, если у вас такой подход, все супер, у вас все сложится, но если у вас есть проблемы изначально, то есть еще дополнительная проблема, которая добавляется, и это наши дети. И я вам сейчас об этом расскажу. Когда мы ехали в Канаду, мы думали, что страна, да, в ней два языка абсолютно равноправны, французский, английский, и каждый имеет право выбора, на каком языке говорить. И, в общем, все будет прекрасно и отлично. Это все прекрасно и отлично по всей Канаде, кроме КВБКа. Когда вы приезжаете в КВБК, немножечко, как бы, разворачивается другая картина. Никто не говорит, что там не говорят по-английски, там, да, говорят люди на английском, все прекрасно, и вы общаетесь. Но когда приходит дело к каким-то конкретным вещам, например, поиск работы и так далее, вы вдруг осознаете, что ваш английский сильно здесь никого не интересует. То, что вы на нем говорите, это плюс для вас, но это абсолютно, как бы, не играет никакой значительной роли, например, в поиске работы. И мы ходили, я уже как-то упоминала в агентство ОМОЦ на первые сессии для иммигрантов. То есть я хотела пойти, понятно, что мы все обладаем информацией, есть форумы и все такое. Но когда ты приходишь, и тебе конкретно человек объясняет, как что начинать, навигирует тебя просто по новой жизни, и ты уже тоже сознанием какого-то дела можешь спросить вопросы у живого человека по своей конкретной ситуации, человек конкретно может тебе помочь, это совсем другое. И, в общем, одна из, там было буквально четыре, по-моему, как они называются, четыре сессии. И вот там буквально, по-моему, третья сессия. Третья, извините, я засмотрелась на мужика, что он делает, что-то думала, что он взламывает машину, хотела уже выходить, дать ему по башке. Вот, это, оказывается, его машина. Короче, я насмотрелась фильмов просто вчера, неважно. Вот, и на второй, буквально, или третьей сессии была тема школы. Ну, естественно, как вы сразу сказали, у кого нету детей, как бы вас это не интересует, можете не приходить на эту сессию. Но у кого есть дети, которые ходят в школу, или которые должны пойти в школу, или которые там, еще вы обязательно должны прийти, вы получите много информации. Но, естественно, понять, как пойти в эту школу, что там в школе, как это все идет и вообще. Потому что, естественно, система другая, мы все приезжаем с разных стран, с каждой со своей, как бы, системой. И вопросов тонна просто. Но, так как у меня ребенок был еще в садике, и на тот момент он даже был еще не в садике, он даже еще, мы только приехали, это буквально было неделю после приезда, я получила шок своей жизни. Я еще даже не осознавала на тот момент, я его не осознавала еще, что это будет шок моей жизни. В общем, короче, мы приходим на эту сессию, и тут нам рассказывают, что все прекрасно, трали-вали-поливали, но так как мы живем в Квебеке, то все дети иммигрантов с какого-то там года приняли такой закон, что все идут во французские школы. Все дети иммигрантов, если вы не иммигрировали из английской колонии, подтверждаю здесь еще очень такую пометочку толстую делаю, если вы не приехали из провинции или из колонии английской, если вы не уроженец английской колонии, то есть это может быть Англия, это могут быть другие страны, мы сейчас не будем тут все это перечислять, то вы не имеете права идти в англоязычную школу. Сейчас давайте сделаем поправку. Нет такого понятия, как чистая англоязычная школа. Есть понятие двоязычная школа, там, где английский и французский в равной части. То есть я как бы сказала, окей, мало того, что мой ребенок еще и на английском не говорил, просто дело в том, что я не собиралась учить французский, вот как бы в чем вся проблема была. И таких, как я, там было половина слушателей на этой сессии. Мы, конечно, все впали в шок, просто в полный шок, начались тонны вопросов, а как, а что, почему нигде об этом не оговаривается, почему та-та-та-та. Ну, вы же ехали в Квебек, то есть вы понимали, что все на французском, но как бы мы ехали в Канаду, поэтому мы знаем, что здесь два языка, и ты можешь, имеешь право выбирать, мы в демократической стране живем. Эммигранты идут во французскую школу, никого, ничего не колышет. То есть, ну, я бы назвала это дискриминацией своего рода. Я помню в этот момент, у меня просто, просто все, как сказать, не то что гнев, у меня просто в этот момент началось восстание внутри меня, которое росло, 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 и оно переросло в то, почему мы сегодня живем в Торонто, да, но это как бы, это все не за один день произошло, чтобы вы понимали, потому что нам все кричали, вот что вы едете, вам надо сразу там типа в англоязычную, в Торонто, та-та-та-та. Изначально, конечно, мы туда собирались, но там все переигралось, и в конце мы приехали в Квебек. Но я сказала, окей, все могут говорить, что они хотят, я должна иметь свое мнение, я должна иметь свой опыт для того, чтобы утверждать о том, хорошо это или плохо жить в Квебеке. И первую неделю мы просто были действительно в эйфории, нам очень все понравилось, нам понравилась природа, нам понравился город, нам понравилось все, у нас там было много знакомых. Ну вот. Половина из этих знакомых уже сегодня живет тут, в районе рядом с нами, да, все по тем же причинам. Я даже готова была учить французский. Я вот вам так скажу, я пошла, сдала вот эти все курсы на кофе, которые вот эти вот на французский язык курсы, которые оплачиваются. Да, я готова была учить с удовольствием даже, у меня было какой-то такой заряд. Но знаете, когда это идет в непроизвольном настроении, оно так все весело, как бы с настроением. Ты думаешь, а когда тебе ставят перед фактом, что только французский, и я понимаю, у меня сразу побежали мысли. Так, ребенок мой не говорит ни на каком языке, это он пойдет, будет французский. Это же мне нужно делать с ним уроки, я вообще дуб в французском. Как бы о французском моем отдельно будет, это следующий вопрос как раз, вот я о нем буду говорить. То есть, насколько мой французский хорош, будем говорить так, чтобы я могла ребенку помочь с уроками. Я молчу про второй, третий и так дальше класс, и я говорю с вами про первый класс. И я просто впала в шок от этой дискриминации, потому что другим словом это назвать нельзя. Почему все иммигранты должны идти туда? Никто не говорит, что не иммигранты не идут в другие школы, все идут во французские школы, но у местных, естественно, больше возможностей попасть в другие. Потому что если они уроженцы, допустим, разных стран, они могут в своей истории, они могут как бы идти в эти английские школы, которые английские, которые не английские, которые англо-французские. Ну, еще есть как бы маленькая поправочка, такую вам скажу, что есть разные проблемы по здоровью, например, у ребенка, по которому можно ссылаться. Это, конечно, все длинная мудотня, это огромная беготня, это миллионы справок, по которым вам это сможет помочь устроить ребенка в такую школу. У меня так у подруги произошло, там очень серьезная ситуация по созданию здоровья. Ребенок знал только английский, поэтому ему выбилась эта школа. Это выбивалось два года, и она с садика пошла в английскую школу. Но она была как бы двухъязычная, все равно 50% французский, 50% английский. Поэтому у меня вопрос, а теперь вопрос. Вопрос такой. Инна, наша девочка учит английский язык. Когда мы приедем в Монреаль, на каком языке с ней будут говорить? А вот теперь вы ответьте мне на этот вопрос. Возможно, в районе, где вы будете жить, возможно, друзья, которые у нее будут появляться, будут говорить с ней на английском языке. Во всех остальных случаях догадайтесь сами. Теперь вы меня, исходя из вот этого вопроса, как бы вопрос такой. Вы же ехали в Монреаль, как это ваш ребенок говорит на английском? Значит, я рассказывала, у меня есть видео о садиках. Я вот здесь сейчас вам прямо ставлю ссылку. Вы можете нажать и посмотреть видео о садиках. Там две части есть. Я говорю в этом видео о том, что мой ребенок пошел в еврейский садик. И в еврейском садике, так как евреи относятся к английской колонии, поддерживаются английской стороной, все, что связано с еврейством в Монреале и в Канаде, оно на английской части. Никто не говорит, что нет франкофонских евреев, да, но как бы там свободно, везде вы можете в комьюнити на английском общаться. Значит, и это государственный был садик, единственных было несколько, который еще говорил на английском. То есть все преподавание было на английском, французский у них был в виде кружка. То есть это был один из кружков, не кружок, а занятия, да, в течение дня, вот есть в течение недели. Вот у них было два раза в неделю французский в виде песенок. То есть вот мой ребенок в три года пришел в садик. В три с половиной года он пришел в садик англоязычный. Первую неделю у нас прошла прекрасно, то, что он еще не понимал, куда он попал. Он просто себе приходил, игрался, детке весело. Потом, когда он понял, что это все серьезно и постоянно, и навсегда, у него начались истерики. Три месяца истерик. Рассказывать вам, что это, только мать меня сможет понять, которая это прошла, потому что даже та, которая не прошла, не сможет меня понять. Моя подруга была рядом со мной, которая прошла это все со своей дочкой в Америке, та же подруга, которая смогла устроить своего ребенка в англо-французскую школу. Она меня единственное понимала. То, что я пережила как мать, то, что пережил мой ребенок, стресс, это даже муж мой понять не может, потому что он не присутствовал при этом все, он был на работе. Это очень тяжело для ребенка. Представьте себе, как бы, английский, он еще немножко, мы приехали, ему было как бы три, там, с пару месяцев. Я с ним сидела дома месяца три тоже, и я с ним пыталась учить какой-то английский. Там я ему, там, через детские сказки, мультики, программы, там, с ним читала, рисовала, в общем, что я с ним только не делала. За эти три месяца он запомнил только одно слово. Оранж. Я всем это рассказываю. Это очень популярная история среди моих друзей. Не все знают эту историю, потому что они знают, как я вкладывалась в занятия с ребенком. Он запомнил одно слово. Оранж. За три месяца. В общем, мы пришли в садик, он не знал ничего. Конечно, для него был стресс языка, ребенок не может объясниться, ребенка не могут понять. Но единственное, что ему всегда сказали и научили его, мама всегда придет. Мама всегда придет. И были звонки, он звонил мне, мамочка, забери меня. И, в общем, вот это все такое, это был кошмар. Когда я по сто раз должна была бегать в садик, потому что у меня еще не было машины, и я должна была бегать туда в одну сторону, только бежать 20 минут. Мне нужно было бежать, я прибежала, только прибежала назад, домой мне звонят, опять надо бежать, потому что он должен был знать, что я всегда рядом. В какой-то момент я уже просто сидела под садиком, потому что я просто уже не могла бегать туда-назад. В общем, одним словом, это было наш изучение, как бы попадание в английский. И через три вот этих месяца истязаний для ребенка и меня он заговорил на английском языке. То есть все, больше у нас в доме для него он выбрал английский. Потому что есть дети, которые свободно говорят на двух языках, на трех языках. Есть дети, которые понимают все, но им легче высказаться на одном языке. Со временем подтягиваются и другие, те, которые он знает. Вот это то, что происходит у нас. Для него выбился полностью русский, в том плане, что ему тяжело объясниться. Он только на английском объясняется. Я думаю, что вы видите это по моим видео. У него этот язык так хорошо запал. Я не говорю, что он прекрасно понимает меня на русском. И сейчас, чем старше он становится, он старается больше объясняться со мной на русском языке. То есть его даже это прикалывает, что он может что-то сказать на русском, но он ужасно изъясняется. Он изъясняется вот даже не на том трехлетнем уровне, который он приехал, он даже хуже. То есть можете себе представить. То есть там просто окончание, просто без падежей, без склонений. Моя твоя не понимать. Это еще хорошо сказано. Он подбирает слова, он даже не может сказать, например, слово «грустное». Он, забывая, может сказать «злая». Он не знает даже «грустное». То есть какие-то такие вещи. С одной стороны, как бы немножко жалко. А с другой стороны, что делать? Он выбрал, я не хочу его травмировать лишний раз. Поэтому я думаю, что это был такой очень глубокий и полный ответ мой по поводу английского языка моего сына. Мы попали в английский сад на том факте, что мы евреи. Через агентство мы все это оформили. Нас приняли без проблем в садик. Все было тип-топ просто. Это был государственный садик, субсидированный. Мы за него платили всего лишь 14 долларов в день. Точка. Ну, плюс там какие-то, если экстра были, там какие-нибудь кружки или какое-нибудь то-се, какой-нибудь экскурсии от школы. Это, естественно, вы платите самостоятельно от садика. Вот. Но по большому счету я была очень довольна. Отходил он в этот садик два года. И как раз, когда нужно было идти в первый класс, мы так подогнали, чтобы уже переехать лето до первого класса в новую, в дом в Онтарио. Мы для себя долго думали. Мы не знали все-таки Ванкувер или Онтарио. Извиняюсь, про Ванкувер мы не думали. Мы думали про Альберто или Онтарио. Были у нас достаточно большие 50 на 50. То есть, я могу вам так сказать, что вы могли меня еще и в Альберте увидеть. Но в конце вышел выбор, пал на Торонто. Потому что оказалась тоже здесь поддерживающая команда людей здесь, которая нам помогла и все. Поэтому мы таким образом оказались в Онтарио. Потому что я могу сказать, что меня еще подстегнуло. Это то, что ему надо было идти в первый класс. И я понимала, что я должна ему буду помогать. А на французском он бы со мной далеко не уехал. И все. Поэтому те два года, которые мы это решили, буквально те решения были приняты уже в первые, скажем, по 8-9 месяцев, что мы будем уезжать. После приезда, после всех этих новостей. И из-за того, что у меня дочка, моя подруга на год старше, я видела, что она с ней проходит по вот этим всем французским ступеням. Я поняла, что я не хочу этого для своего ребенка. Потому что он тоже будет очень травмирован. Но у меня мальчик очень такой чувствительный, нежный. И я не хотела его травмировать. Мне хватило садика с английским языком. Еще раз, я его по-французски... По-французски не хотела его травмировать. Поэтому решение было принято на Торонто. Поэтому мы уехали. Летом мы переехали. И уже 1 сентября он пошел в школу. И все прекрасно. А сейчас как бы английский вообще у него. Даже вот мои друзья, которые с Монреаля приезжают, многие смотрят, как он говорит, вспоминают те первые времена, когда он приехал и не понимал ничего на английском, ни на каком не говорил. И какой он был смешной, когда он говорил на русском. Сейчас он только на английском говорит с ними. Причем они даже не понимают. Его прекрасно говорящие люди на английском. Они не понимают даже, что он говорит. Потому что он так быстро говорит, без акцента. Там сглатывает половину всего. Поэтому вот это наш английский. Поэтому, ребята, если вы хотите ехать в Монреаль, если у вас есть способности к языку, если вам нравится язык, если нет предрасположенности к английскому, чтобы не травмировать ребенка, это все супер замечательно в Кубек. Но если вы едете, вы должны знать, что он попадет, ребенок, во французский. Если вы не относитесь к еврейской общине, он попадет во французский сад. И он попадет во французскую школу. Вот и все. Поэтому я думаю, что я достаточно хорошо ответила, дала вам понять. Либо будьте готовы просто к стрессу, что он будет, и вам нужно его будет просто пережить. Либо куда-нибудь уезжать. Все. Поэтому это был ответ на этот вопрос. Я думаю, вполне вот он полный был, со всех сторон, как я к этому пришла, почему это был стресс, и почему теперь он говорит на английском языке. Все. Так, следующий вопрос, на который я бы хотела сегодня ответить, это вопрос о французском языке моем. И заключается он в следующем. Сколько мы учили французский, как мы его учили, и какой уровень нужен английского был для нашего экзамена. Итак, поехали. Сначала мы начали с русскоязычным преподавателем в Петахтикву. Мы ездили к ней. Занимались мы два раза в неделю. Сначала один раз в неделю. Один раз в неделю мы занимались, хотели вообще понять, что это, с чем едят. Знаете, как бы, время не ограничено. Мы толком не знали, сколько нам ждать. На тот момент нам нужно было ждать после этого момента еще три года. То есть год мы уже прождали с английской частью. Там все оборвалось. Закрыли программы, и нам предложили французскую часть. И три года еще. Вот. И поэтому, как бы, пока мы там открывали дело, та-та-та, и потом, когда мы уже сказали, вы можете сейчас начинать искать учителя, туда-сюда. В общем, мы нашли эту женщину. Ее звали, по-моему, Тамара. Очень хорошая женщина. А вот. Вот. Ну, вот как. Хорошая женщина. Плохого сказать не могу. Я человек хорошая, но, возможно, как преподаватель не самый лучший. Она готовила конкретно к прохождению, естественно, вот этого теста. Но у нее был вот какой-то, как вам сказать, ну, русский подход. Русский, советский. Советский подход обучения. И тогда я, кстати, убедилась, что нужно, конечно, после того, как я получила опыт с преподавателем франкоязычным, я поняла, что, конечно, нужно сразу, не теряя времени, идти к франкоязычному преподавателю. И мы занимались с ней год почти. Занимались год. Учили тупо темы. То есть мы учили, тем не учили там какую-то грамматику или что-то такое, потому что это, я считаю, просто нереально, невозможно. Если ты учишь язык для себя, туда-сюда, это, конечно, нужно все учить, но когда ты готовишься к экзамену, то тебе хочется как бы просто пройти этот экзамен на ту оценку, на которую тебе его нужно пройти, и на этом все. Когда она пыталась что-то понять, я чувствовала пообъяснить, я чувствовала себя полным идиотом. Почему? Потому что Костя все сразу понимал, а я просто дубина дубиной. Ну, просто дубина дубиной. В общем, одним словом, у Костя шло лучше. Хотя до того, как мы шли учить французский, я ни слова по-французски не знала, кроме «жотем». Я не знала ни слова по-французски, а Костя в школе учил французский, а не английский. Поэтому все, что он помнил, это тоже знаменитый рассказ из многих моих видео, он знал «Жамапель Мишель». Их даже так в школе выдрючили, что они даже не могли сказать «Жамапель» по своему имени, да, там «Меня зовут Константин». «Жамапель Мишель», то есть они учили просто тупо по книжкам, да. Наверное, я не знаю, Костя же у меня из деревни, и он, я говорю, у вас, наверное, тот, кто был завхозом, да, как в том фильме «Баламут». Тот, кто был завхозом, тот же и вел французский язык. Походу, знал его так же, как и школьники те же, по учебнику. Ну, в общем, одним словом, никто, ни Костя, ни я не знали французский, поэтому мы с нуля просто учились тупо по темам. И когда уже нам пришло письмо, значит, получается, что мы дольше занимались. Дольше, наверное, мы занимались все-таки, я думаю. Постоянно повороты просто. Я думаю, что мы дольше занимались, чем... Я думаю, что мы год у нее отзанимались, и потом мы занимались еще меньше года, меньше вру. Вот сейчас выяснится, сколько мы учили французский. Не два года, полтора где-то года мы занимались. И вот за эти полтора года, вот полтора года. И вот у нас где-то год мы с ней, и полгода с Франкофоншей, которая жила в Ришон-Лиционе. С ней мы занимались по два раза в неделю. Ее уроки стоили в три раза дороже. Это важно подметить. Но вы платите за качество. О чем вы говорите? Это просто не сравнить. Вот у нее Костя уже ничего не понимал. Зато я понимала хорошо. Мне очень нравилось. Она так эффективно преподавала. Во-первых, носитель языка. Во-вторых, она... Конечно, не квебекского языка, а именно французского. Потому что в Квебеке, кто меня сейчас служит из Квебека, прекрасно понимает, о чем я говорю, почему их называют кваки, а не французы. Уже и квебеки, они квакают. Ква-ква. Ква-ква. Вот. У них совсем другой язык. Это вы поймете, когда приедете сюда и услышите его. У них очень большой акцент и как бы свой диалект. Вот. И мы пришли к ней. У нее прекрасные техники. У нее бесконечно новые книги. У нее урок у нас был... Мы занимались, правда, по полтора часа. Это было в три раза дорожную, это было полтора часа, а не час. И такой эффективности урока... У нее урок был поделен на четыре части, то есть мы делали наработки на четыре направления, там на слух воспринимали, на чтение, на письмо. Там не было никаких заучиваний тем. Там именно был подход такой, что ты сам мозги свои должен включать и говорить. Но как бы она тебя вела вот так, что ты знал, как это включить все эти мозги и все это собрать вместе. Это я даже сейчас не могу вам писать. Естественно, половину я уже не помню, потому что хер знает, когда было это уже. Но я помню, что, конечно, ее звали Джейн. Жан, Джейн. Я не знаю, как уже правильно ее на каком языке называть. Я ее называла Жан, я помню. И она меня ни разу не исправила. Вот, Срешон Лиционом. Она прекрасный человек, замечательный преподаватель. Все это без напряга, все четко, на слух, на восприятие, потом написать, потом на открытые вопросы, ответы. В общем, она подтянула лично меня конкретно. Костя сказал, что он остался с ней на таком же уровне. Знаете, для каждого человека тоже свое. Пожалуйста, вот нам одна семья, и у нас с ним абсолютно раз... Ему тот советский подход больше подошел с Тамарой. Я думаю, что возможно, потому что... Ну вот и она давала тексты, он заучивал тексты, как бы, и вот ему так было легче. А там, где нужно было самому включаться, как бы ему было уже тяжелее, потому что он и на русском-то неразговорчивый у меня. Он так сейчас разговорился, стал птицей-говорун, а до этого он просто был очень молчаливый, ему очень тяжело было разговорить и что-то вытащить, а тут ему надо самому было раскрывать темы, вы представляете себе, да? То есть это тяжелее. А мне как раз только, да, поговорить на любом языке, причем, даже если я его не знаю. Вот. И для меня вот этот подход был очень хорошим, и она нас очень хорошо подтянула, то есть лично меня можно считать, что я вот с ней конкретно изучала. И когда мы шли на экзамен, я уже не помню, как эти оценки работают. Я помню, что было что-то, что-то там, B2, да, что-то B2. Нам нужно было B1 и B1, там типа чтение, да, и разговорные речи, и понимание на слух, как-то так же там делится оценка. Короче, там две оценки. Нам нужно было B1, по обоим набрать. Я набрала B2, B2. Я вообще была в шоке, да, то есть больше немножко, чем нужно было. А Костя набрал ровно сколько нужно было, B1, B1. Я помню, мы всегда с ним смеялись на эту темочку, как он хорошо все понимал, получил меньше, чем я. Вот факт-то какой? В том, что просто это было проходной балл, нам, который нужен для документов. Поэтому мы сдали. Это, что касается части учителя. Сами мы занимались каждый день. Я уже в этом говорила. Это для меня была каторга. Я сейчас вспоминаю, вот мама сейчас, если слушает меня, она знает, какая для меня это была каторга. Я ей звонила, говорю, мама, я ненавижу... Во-первых, я по жизни ненавижу учиться, и так получается, что всю жизнь учусь, да? Я просто ненавижу учиться. Еще и французский, который я ненавижу. Вообще мне не хотелось его учить. И такое было просто анти все этого французского. Ну, не хотелось мне. Ну, просто вообще не хотелось. Ничего. И он мне не шел, и мне было неинтересно. Есть люди, которые любят языки, которым нравится. А мне не нравился французский никогда. Никогда я не видела в нем языка любви там или что-то такое. Я не хотела То есть есть люди, которым нравится Которых идет, там им хочется Пожалуйста, как бы никто же не запрещает А мне вот просто полная анти И вот это анти Каждый день У нас был уговор, что мы час занимаемся Неважно выходные дни, рабочие дни Вот полтора года И за дня в день Даже в тот день, когда мы ходим к учителю Мы садились час заниматься То есть те домашние задания Все, что мы прорабатывали на уроке Тексты, мы слушали фильмы Для начинающих, я даже понимала все эти фильмы И у меня неплохой был уровень понимания Я вам хочу сказать, что после полутора лет Я могла смотреть сериальчики На французском Я прекрасно все понимала Так, на секундочку, это сейчас я уже, конечно, там забыла половину Так, знаю общие слова Если мне там дуло пистолета приложат То я, конечно, смогу сказать там Пожалуйста, там не убивайте меня Или что-нибудь такое Или я живу в Торонто Вот То есть как бы смогу сказать какие-то такие слова Отдельные предложения, фразы Но как язык, конечно, я его не... Он у меня не прижился Конечно, я верю в то, что если вы будете жить в этой атмосфере Если вы будете на нем постоянно говорить Особенно, когда идут на французские курсы по французскому Там 8 часов в день ты слушаешь Он у тебя вбивается как конкретно, то есть как бы входит Но в то же время как бы нужно быть к этому открытым Потому что я помню в Израиле тоже Мы ходили в Ульпан По 8 часов сидели, слушали Люди выходили без языка после Ульпана Там через полугода обучения Были люди, которые просто ни слова не могли сказать Толку Я когда работала в Атиде В своем фирме в Израиле По... По рекрутингу людей Мне нравилось, когда мне звонят люди Которые там недавно в стране играют Я закончил Ульпан Гимель там, например Ну, да, уровень языка там, допустим, более продвинутый Окей, вы можете говорить на иврите? То есть Хоть там, я не знаю, Далит закончите То есть как бы Хоть самый там XYZ, да То есть самый высший уровень там Языка Мне вообще абсолютно фиолетово Вы говорить можете на иврите? Ну, с разговорным немножко не сложилось Да какой хрен мне нахрен нужен ваше уровне языка? Вы мне скажите, можете ли вы говорить? Вот, в принципе, тот же принцип Поэтому есть люди, которые ходят на курсы В принципе, очень тяжело им после этого Но я не видела ни одного человека Который бы ходил на вот эти французские курсы И потом бы не мог найти работу То есть люди эти курсы дают свою То есть вы для того, чтобы пройти интервью Начать работать Причем по любой профессии Эти курсы очень помогают А там уже по ходу работы втягиваетесь Естественно, вы начинаете общаться И язык уже приходит Но я как бы с этим не прижилась И мой Костя, который работал там два года Во французской компании И даже на каком-то этапе пришел закон И заставили маленькие компании То есть не маленькие, а компании Больше десяти человек Должны все говорить на французском И так как у них фирма была 20 человек Люди были из разных стран там у них И в основном они говорили на французском Но половина были такой Французский, знаете, такой Как у моего Кости То есть он вроде как есть, но его нет И они взяли, помню, учителя даже Им наняли на фирму И раз в неделю, там, в рабочее время Им должны были там, они два часа Или сколько-то сидеть И заниматься на английском языке На французском языке То есть это был полный идиотизм Туда никто не ходил Там все спали, сидели Потому что потом они решили сделать это После работы Представляете, после работы Учить язык Нахрен кому он нужен Там люди все голодные Хотят домой Они сидят язык Учат, поэтому это все прикрылось Потому что это было полное Как бы люди проигнорировали То есть они приходили на это Домашнее задание не делали Толку никакого с этого не было Они как начали На том же уровне закончили Так я к чему говорю К тому, что мы с Костей Заставляли себя каждый день Садиться и заниматься по часу Это мы друг друга уговаривали Это такой был уговор Мы готовились к этому То есть мы укладывали Иду спать И Душа был маленький Еще он только родился тогда Ему было на тот момент Когда мы уже занимались Ну где-то там, скажем Пять месяцев Шесть месяцев Потому что мы начали заниматься Когда он родился Когда ему было Перед тем, что я вышла на работу После декрета То есть ему где-то было Четыре месяца Мы начали заниматься Потом я вернулась на работу Я помню Мне еще нужно было Отпрашиваться Там дорабатывать Потому что я опаздывала на работу Получается на час позже приходила Не опаздывала На час позже приходила Мне надо было дорабатывать В общем, идиотизм полный был В общем, мне нужно было Мы учились каждый день Вот это пока придешь с работы Уложишь ребенка Покормишь все спать И сам уже, блядь, глаза Вот это съезжаются Садишься В десять, в одиннадцать вечер Начинаешь заниматься Мы с одной стороны Ненавидели это Мы просто ненавидели Но когда мы садились Мы старались для себя Делать такую обстановку Веселую Мои знакомые сейчас прошли Я здесь возле ями маркета Моего этого русского магазина И сегодня суббота Мы уже знакомых двоих увидела Здесь сейчас прошли Прямо перед моей машиной Муж и жена Вот моя мама сейчас смотрит Дашка с Толиком сейчас прошли В общем, короче И вот я вам хочу сказать Что когда мы старались Это сделать Ну не совсем Таким, что да Мы включали себе сначала Музыку какую-то на французском Джо Досена мы слушали Сначала и пытались понять Но у Джо Досена У него слова немножечко Как в любой музыке В песне Там иногда коверкаются Какие-то окончания слов Для того, чтобы это подходило К мелодии Особенно на русском Это меньше происходит Но это на английском Много происходит И на французском У него очень много Коверкований и концовок Поэтому у него Не совсем правильный французский Будем говорить С точки зрения изучения В песнях Но мы пытались слушать И понимать О чем он поет Мы себе включали Одну песню Джо Досена Потом Мы читали текст Пересказывали его каждый То есть мы его читали По очереди Потом мы пересказывали Каждому Потом мы отвечали На вопросы Каждого То есть друг к другу И потом мы смотрели Какой-то маленький сериал Потом мы Костя скачал Какой-то там сериал Для Начинающий уровень Там Для Бэйсик Совсем И мы его стрелили Он там коротенький 15 минут То есть у нас Где-то полтора часа Мы занимались Вот так И все Каждый день Полтора года Возможно Вы скажете Можно было намного Лучших результатов Добиться на экзамене Но это не была Сама цель Но зато то Что мы выучили Мы выучивали Хорошо Я думаю Что это то Что до сих пор Сидит в моей голове Если это расшевелить Поэтому вот это ответ На то Сколько мы учили Французский Как мы его учили С кем мы его учили Какой уровень У нас был На время поступления Все И в начале Когда мы приехали В Кувбек И ходили по разным Там Вот этим Организациям Все вот это Оформлять Сины Медикер Вот это все делать Везде мы приходили Мы как бы начинали На английском А они нам отвечают На французском То есть вот это Меня просто бесило Я с ним по английски А они мне по французски То есть они же понимают Что я у них спрашиваю А они мне по французски отвечают Я помню Я хотела их задушить Я говорю Костя Ну что ты хотела Ты приехала в Кувбек Пожалуйста Общайся на французском И вот я хочу вам сказать Что для того Чтобы оформить документы И спросить вопросы Нам хватало Нашего французского То есть мы Я не все всегда могла спросить Так я еще не могла На английском спрашивала Они мне отвечали На французском То есть они понимали Но как бы У них такая политика Что типа Говори со мной по-французски И многих офисах Просто нельзя говорить На английском Вот Это про Кувбек И про французский язык Я думаю что я ответила На этот вопрос Такого пункта Как образование Образование Не в смысле Глобального образования В смысле например Сертификации Курсов Ну по крайней мере Это так как я поняла И понимаю из вопросов То есть уже как бы Непосредственно Находясь на территории Канады Например Мы пошли Приехали в Квбек Например отучились А потом мы переехали В другую провинцию Насколько Квбекское образование Будет котироваться В другой провинции И так же наоборот Если например Мы были в другой провинции А потом переехали В Квбек Насколько это будет котироваться И здесь Как бы по большому счету Одного ответа нет Потому что все Зависит от того О какой О каком сертификате Идет речь И о какой специальности Идет речь Квалификации И так далее Значит я вот так Для себя решила Что я расскажу На нескольких примерах Из того опыта Который я знаю Потому что Естественно Это касается не всего Ну например Первый опыт Логистика Да например Вот я беру Свой опыт У меня Я закончила Получается колледж В Квбеке По специальности International Trade То бишь Там есть очень много Подразделений Под этим Но Одна из Основных Одна из основных Одна из основных Направлений Это логистика Во всех ее проявлениях Которых вы можете Только себе представить И Например Вот я закончила В Квбеке Я приехала сюда Мне не нужно Для того Чтобы работать В области логистики По International Trade И входить В какой-то орден Быть в какой-то Ассоциации И так далее И так далее Я приехала И получила образование Там Какой-то у меня Небольшой опыт Есть в плане того Что Ну во-первых Я в Израиле Еще работала В этой области Немножечко Во-вторых То есть Работала знакома С этой областью Из Израиля А во-вторых У меня здесь Был немножечко Тоже стаж И Например Приехав сюда У них В том плане Что если я скажу Что у меня уже Канадское образование Колледж Я закончила По этой профессии Их в принципе Не будет ничего Интересовать Это будет касаться Любого другой провинции Куда я приеду Потому что Как бы Все что мы учим Все что связано С таможенным делом Все что связано По закону Потому что там тоже У нас Как это Право Юриспруденция Потому что мы там Часть юриспруденции Учили для этой части То есть все Все что касается Открытия бизнеса И так далее И так далее Это все по всей Канаде Как бы Одинаково То есть есть Какие-то конечно Отличия по Квебеку Но как бы Это не то что Отличает ваш диплом От тех знаний Которые вы получаете Поэтому они Катируются по всей Канаде Следующий пример Который я хотела Рассказать Бухгалтер В принципе Идентично Вся бухгалтерия Естественно Мы сейчас говорим Про бухгалтерию Не которая Оттуда Откуда-то привезена Потому что бухгалтерия Здесь должна Приобретаться заново Бухгалтерия Должна приобретаться Заново Сертификат Потому что Все что было там Оно не котируется Абсолютно никак Здесь не потому что Оно не подходит А потому что Просто немножечко Вообще другая система Вообще всего Что с этим связано И если например Вы выучились в Квебеке Вы переезжаете Например там В Альберту В Ванкувер Неважно куда Это все котируется Потому что вы учите Это на уровне Государственном Смотря конечно Опять таки Каким конкретно делом Вы будете заниматься Потому что тоже Очень много там Подотраслей Есть под бухгалтерией Например Есть зарплаты Есть люди Которые занимаются Например Там доход Расход Ну вот разные Такие вещи То есть как бы Тоже разные Как бы Позиции Да Но в общей сложности Как бы на государственном уровне Законы одинаковые Естественно Естественно у каждой провинции Есть свои нюансы По допустим По налоговой системе Да Вот то что таксы Все что относится Там как бы У каждой провинции Есть свои Маленькие нюансы Но Это не меня Эти нюансы Не говорят о том Что вы должны полностью Поменяться Переквалифицироваться Вы их Выучите эти нюансы По ходу работы То есть если вы приехали Например С бухгалтер Вы закончили бухгалтерское Например В Квебеке И вы приехали в другое место То это все котируется Также и наоборот Если вы например С Вангуйера Приехали в Квебек Это все будет котироваться Ваш опыт засчитается И засчитается Ваш сертификат Это здесь называется То есть диплом какой-либо Засчитается Который с другой провинции Все что по нюансам Будет по нюансам Но я хочу Немножечко здесь Сделать отклон Например На такие профессии Как водитель На такие профессии Как фармацевт И на такие профессии Например Как стоматолог То есть кажется Да Зубы у всех одинаковые Если мы говорим О стоматологе Да То есть зубы у всех Одинаковые Все работает одинаково Но По стандартам Как бы Стоматологической Ассоциации Канады В каждой провинции Очень четкие Как бы Инструкции По виду закона Который должен Соблюдать стоматолог И поэтому Стоматолог Конечно не должен Переучиваться Заново на стоматолога Но стоматолог Должен окончить Определенные курсы Будем грубо называть Это То есть где-то Это полгода Где-то это 8 месяцев Где-то это 4 месяца В зависимости от провинции Получить сертификат Который позволит Ему работать На территории Той провинции То есть мы не говорим Сейчас про стоматолога Который должен Переучиваться Но мы говорим о том Что он должен будет Как бы Подтвердиться Грубо говоря Пройти экзамен В новой провинции Потому что там Все чисто Вот С юридической стороны Все по-другому И есть вещи Которые Что-то запрещают Что-то разрешают И Про водителя Значит смотрите С водительскими правами Здесь вообще Большой очень трюк В том плане Что во-первых Все зависит от того С какими правами Вы вообще приехали Из Израиля И моя большая рекомендация Это когда вы едете Там допустим Вообще Из любой Любой страны Привезти с собой Подтверждение На английском языке Из Министерства транспорта Вашей страны Не по месту жительства А от Министерства транспорта Страны Есть возможность Вытащить Такое разрешение Которое Скажет о том Какой у вас Водительский стаж По стране И там Выписка Как бы идет Что вам это даст Вы когда приедете Если вы водитель Действительно Уже с хорошим опытом Вам это поможет При оформлении При покупке машины При оформлении Страховки Вашей первой Потому что В большинстве случаев Этот опыт засчитается И тогда Ваша страховка Будет намного Намного дешевле Чем она может быть Потому что Если у вас Этого письма Нету То это не совсем Хорошо Плюс Есть немножечко Проблема Когда вы приходите В Министерство транспорта Подтвердить Свои права С другой стороны То как бы Кроме самих прав У вас ничего нету И они как правило Не доверяют Самой карточке прав Да Вот сама карточка Пластиковая Которую вы дадите Ваши права С другой стороны Там да Есть данные Понятно Что это как бы Карточка Но можно так Всунуть любую Другую карточку И как бы Понимаете Поэтому они хотят Вот такие письма Желательно От Министерства транспорта Той страны От которой вы Из которой вы Эмигрируете Это вам поможет Я уже сказала Почему Теперь Когда вы переезжаете Между провинциями Значит У меня была Какая Какая ситуация Например У меня с моими Мы сейчас говорим Про обычные легковые права Мне нужно было Так как я была Новый водитель Когда я приехала В Канаду И первые два года Первый год я вообще Не могла ездить Без никого Но я ездила Без никого Вот Короче Спустя два года Я получила Обычные права То есть Имеется ввиду Без там ограничений Да И я знала Что это тоже Так же тот срок Который позволит Переехав мне В другую провинцию Без проблем Получить права Той провинции Без подтверждений Перездачи Всего остального То есть Я Два года Отъездила в Квебеке Получила уже Права Двухгодичные И Переехав в Антарио Мы только пришли В В отделение Министерства транспорта И Там нам выдали Просто мне на основе Моих прав Из Квебека Выдали мне уже Права Антариевские Просто вот на месте Мне Все ввели данные Сфотографировали И там через неделю Пришла мне по почте Моя карточка Следующая ситуация У меня есть девочка знакомая Они приехали из Манитобы Они там жили год У нее были Она тоже была Новый водитель Из Израиля Но Она Первый год Учила Там немножко Теорию И немножко Она год Учила теорию В Манитобе То есть для того Чтобы ей нужно было Еще как бы там Год ждать До получения Прав Которые дадут ей Возможность Вводить с Сопровождающим Первый год То есть это все Вообще здесь Очень длинная история С правами И Когда она приехала В Антарию Она была в ужасе От того что Ей придется Все заново С ноля делать Потому что Когда они приехали В Манитобу И они начали Это все делать Они не знали Еще на тот момент Что они уедут В Антарию Потому что Ну в общем Они уехали С Манитобы И когда она Пришла сюда В Министерство Транспорта Для того чтобы Ну вот как бы Оформиться Начать что-то делать Какой-то процесс Они сказали Окей нет проблем Мы засчитаем Вам ваш опыт Который учение был Они вот этот год Ей просчитали И сейчас Она уже как бы Вот этот вот Почти чуть меньше года Она уже как бы Ну на той стадии Что она учится Ну вроде как водить Потому что Здесь грубо говоря Второй год Мы учимся водить машину И третий год Мы уже когда водим Мы водим С сопровождающим Целый год машину И в Антарио Только в дневное время Когда темнеет сумерки Уже не может водитель С сопровождающим Водить машину И через три года Вы получаете уже Full driver license G2 это называется G1 это когда вы С теорией А G2 это уже Когда вы Полноценный Full Вот И Вот то что касается Вот водительских прав Опять таки Это одна ситуация Я вам рассказала Сейчас я вам расскажу Другую ситуацию У меня есть знакомая Девочка Переехали они Из Альберты В Альберте Они прожили В общем там По-моему Если я не ошибаюсь Два года Когда она Она и муж Приехали из Израиля Тоже Ну так делать Что делать Если у меня Очень много Израильтян Вокруг меня Русскоязычных Вот Они Когда приехали туда Естественно Как и в любом месте Они уже были Не новые водители Они были Два опытных водителя Им нужно было Сдать теорию Сдать вождение Сразу То есть Вы когда приезжаете С опытом То вы Сразу идете Просто сдаете теорию Сдаете вождение Сразу И все И вам выдают права И вы сразу Все ездите Все прекрасно То есть Все вот эти мансы Которые я сказала Касаются только новых водителей До этого Ну вот они Короче сдали теорию Сдали Водеждение Получили права Ездили Когда они приехали в Антарио Через два года После того Что они уже В Альберте поездили Два года И они сказали Ребята Вам надо все Заново сдавать То есть Заново теорию Заново вождение Значит у меня Подозрение такое Что они просто Не были еще Полных два года В Альберте Потому что Как бы два года Это тот срок Который по любой провинции Дает тебе право Уже получить автоматически Права В другой провинции То есть например Не важно Вы прожили два года Ровно У вас права Не прожили А права У вас ровно два года По сроку На руках То в другая провинция Вам уже на основе этих прав Вы дают автоматически права Возможно У них не хватало месяца Двух Понимаете И они вдвоем переехали Они заново делали теорию Заново делали экзамен Опытные водители Вот Это то Что касается Легкового По большому счету Ничем не отличаются И грузовые траки Которые Новоиспеченные Которые только получили права То есть в принципе Принцип тот же По правам Сейчас В принципе Меня спросили Насколько это будет котироваться Так вот вопрос Здесь не на сколько котируется Вождение Оно везде одинаковое Вам не нужно Ну грубо говоря Правила не будут отличаться От Квебека В Ванкувере Чего как черное и белое Понятно Там немножечко есть свои знаки Немножечко есть свои Свои мелкие мелочи Это все вы узнаете По ходу Когда вы приезжаете В принципе По всей Северной Америке Вообще Правила одинаковые То есть вы живете Например Я не знаю В Квебеке Вы едете там Я не знаю В Америку В какой-то штат Там не знаю Там я не знаю Едете в Сан-Франциско Например Из Монреаля То есть как бы Для вас правила Везде будут одинаковые Они одинаковые По всей Северной Америке Просто есть свои Какие-то различия Небольшие Какие-то дополнительные знаки Но которые вы можете понять И без того Что вы их знаете Так вот Это то же самое Что касается траков То есть должен быть Определенный Опыт вождения Должен быть определенный Уже Наезд По По Как сказать По Стажу Вождения Просто должен быть Хотя бы два года Я вам вот так Вот такой мой совет Если вы приезжаете Вы начинаете Например в Квебеке Получать права Работать Никуда не рыпайтесь Уже два года Пусть это будет точно Тогда это и по опыту Выглядит хорошо И потом можно будет Или перевестись Из этой компании В другую провинцию Или просто переехав Уже у вас будет рекомендация Два года на месте работы И права уже у вас В принципе будут без проблем Я думаю Что любого водителя Да Как Мало кто Берет водителя И не проверяет его Есть конечно такое Но опять-таки Это зависит от того Какая величина Трака Если мы говорим Про каких-то Здесь в основном В основной массе Очень большие траки Длинные Семи трейлеры Трейлеры И Когда Садят за такую машину Человека Они обязательно Должны проверить Как он делает Реверс Как он делает Поворот И так далее То есть Никто не посадит человека Особенно с двухлетним Стажем Скажут Езжай сразу Там куда-нибудь Да Нет Конечно же Нужно будет тоже Пройти вот этот Вот экзамен Помимо того Что нужно принести документы Показать Что в общем-то Все без проблем Без записи Без каких-то Серьезных аварий Поэтому я думаю Что я достаточно Хорошо ответила На вопрос По Насколько Котируется Не котируется Все котируется Между провинциями Но В некоторых моментах Нужно выждать срок В некоторых моментах Нужно Сделать Какой-то Не переквалификацию Там Или И не Не подтверждение А дополнительные курсы Которые дадут вам Лицензию Которая позволит вам Работать на новой территории И это будет выражаться в том Что вам нужно выучить Допустим Новые Как-то Рестрикшн Новые права Какие-то Да Которые относятся Конкретно к этому району Все Я думаю Что по этому вопросу Было Достаточно сказано Я стараюсь вам Давать развернутые Ответы Следующий вопрос Который у меня спросили Касается ETA Значит На самом деле Меня спросили Это уже два раза И Я думаю Что вопросов Будет еще поступать Много Многим не совсем понятно Многие об этом слышат Но никто Не до конца До конца Люди не понимают Что это И как это работает И вообще На самом деле Все очень просто ETA Расшифровывается Как Electronic Travel Authorization То есть Что это значит Каждый человек Который путешествует В Канаду Воздухом То есть На самолете Да Ну в принципе На корабле мало Кто сюда плывет И на поезде Тем более Да Вот То есть Для тех Кто путешествует Воздухом Обязательно Нужно будет делать Вот этот вот Electronic Authorization Что вам Для Нужно Необходить Вам Вот этот вот Authorization Нужно будет делать Еще до того Как вы покупаете Билет Например Вы решили Вы знаете Что вы летите В Канаду Значит Перед тем Как вы покупаете Билет Вам нужно иметь Authorization Потому что Иначе Билет вы не сможете Купить Проблемы у вас Могут возникнуть На границе Даже если вы купите На самом деле Страшного Ничего нету Просто это Дополнительный Фит такой Да Который вам Нужно платить Канадскому Гражданству За то Чтобы посетить Канаду Значит В чем Это все Заключается Кстати Исключение Для граждан Америки И для тех У кого стоит Канадская виза В паспорте То есть Например Если вы Новый иммигрант Который едет Естественно С канадской визой Внутри паспорта То вам Это все Не нужно То есть Как бы Канадская виза Это и есть Въезд в страну Разрешение И вы уже там Давно все оплатили Все Фи уже включены Были Когда вы платили За визу Но это касается Тех Например Кто едет Как туристы Очень многие туристы Например Из Израиля Летят Им не нужна виза Они просто купили билеты Прилетели Но теперь Нужно будет Сделать Вот эту авторизацию Как она делается Это все делается онлайн Это очень быстро Занимает несколько минут Вы заходите на сайт И я вам Поставлю ссылочку Онлайн Значит Заходите на этот сайт Значит Вам понадобится Ваш паспорт Кредитная карточка И И все Заходите Заполняйте Ваш номер паспорта Заполняйте Ваш Ваш имейл Ваше имя Естественно Отвечайте буквально На несколько вопросов Все В течение нескольких минут Делайте авторизацию Регистрируйтесь Как бы Это занимает ровно Три с половиной минуты Понимаете И у вас есть авторизация Значит Стоит это Семь долларов Это то о чем мы говорим И это Валидно на пять лет Либо до тех пор Пока у вас не вышел Паспорт из срока Потому что Если ваш паспорт Вышел из срока То нужно будет Заново это делать Все По большому счету Это все Это делается С разными Целями То есть И для того Чтобы В большинстве случаев Для того Чтобы Паратрекить Вот это Вот Людей Которые Въезжают В страну Потому что Когда есть виза Это люди Которые Их можно По системе Просмотреть Но не всегда Можно это сделать С людьми Которые покупают Билет Поэтому Видимо Для Это одна из причин Вторая из причин Это дополнительные Деньги в казну страны Ну Как еще Это можно рассмотреть Но это всего Семь долларов Это только на пять лет Поэтому Это мой ответ Я думаю Все понятно Достаточно Спасибо кстати Ребятам Кто задавал Этот вопрос Следующий вопрос Будет актуален Для Людей Которые Интересуются Фармацевтическим Делом И Точнее Для Уже Фармацевтов Которые Собираются В Канаду Значит В данном Случае Я проводила Интервью С девочкой Из Монреаля Которая Уже пять лет На данный момент Проживает В Монреале Мы с ней Очень мило Побеседовали Алена Еще раз Если будешь Видеть это видео Огромное тебе Спасибо За всю информацию За всю помощь За твое время Значит Меня спрашивали По фармацевтике Естественно Основной вопрос Заключался В том Котируются Ли дипломы Из какой Либо страны Естественно Прежде всего Из наших Бывших стран СНГ Назовем это так Условно Либо С других Каких-то стран И Котируются Не котируются Сараплаты Как вообще В общем Это работает И любезно Алена дала мне Всю информацию Она рассказала Естественно О себе Свой опыт И рассказала В принципе Плюс-минус Как это работает Но рассказала Это по Квбэку Сказала она Естественно Что по каждой провинции Свои нюансы И все по-своему Происходит Но она думает Что принцип Работает Потому что у нее Есть знакомые И в Ванкувере И в Антарио И в Альберте И все проходили Разный процесс Но в то же время Было много схожего Она рассказала Свою ситуацию Поэтому я расскажу О ситуации Квбэка Поэтому для тех Кто будет ехать В Квбэк Это будет очень актуально А для тех кто нет Это может быть полезная информация Потому что она Ненамного будет Отвечаться Скажем так От Квбэкской Хотя естественно В Квбэке Как я могу сказать Я послушала Есть очень много Подсказка Если распечатала Весь наш разговор С ней Такие основные точки Записала Потому что Говорили мы с ней час Но я хочу рассказать Это в течение Буквально 10 минут Значит смотрите Давайте немножечко Расскажу про Алену И мы перейдем От ее примера В общем К вещам О которых я хочу рассказать Сама Алена Приехала 5 лет назад С Молдавии Значит у них Двое деток На данный момент Уже девочки Вторых 9 месяцев А вот Когда она приехала Оказалось так Что она уже была беременная Поэтому в общем Немножечко Все какие-то процессы Были затянуты И с другой стороны У них было много знакомых Но они были все По Канаде Но не было конкретно Никого в Квбэке Кто мог бы ей помочь Именно по ее профессии Дать какие-то рекомендации Поэтому сначала Она приехала И она пошла Как бы по разным таким Знаете Дорогам Обычных всех эмигрантов Хотя на сегодняшний момент Она бы сказала Что она немножечко По другому Все это делала Но это Мы попозже Об этом поговорим Я вам расскажу Об этом в конце О ее рекомендациях Ну в общем Одним словом Там она из Молдавии Да Я уже сказала Она закончила Медицинский колледж Потом она работала В лаборатории Какое-то время И со временем Она закончила Университет И таким образом Она в общем Фармаколог Все, что с себя Это включает То есть фармацевт Во всем смысле И проявление этого слова Как мы его знаем И понимаем Вот они приехали И вот они приехали в Канаду И информация была Очень скудная То, что она пыталась Найти сама Как-то в интернете Ей не давала ничего И она здесь сказала Что когда ты Владеешь информацией Все тут Как бы вся эта система Очень хорошо поставлена На рельсы На колеса Все это Как сказать Когда ты вошел в процесс Как бы ты едешь Там поддержка Со всех сторон То есть все классно Но когда ты знаешь информацию Когда ты не знаешь Даже с чего начать То это просто ужасно Конечно Вот поэтому информации У нее много не было Она ничего не знала И что она делала Она просто Свои резюме Слала на все Фармацевтические Возможные И невозможные Как бы Позишн Да Там начиная От уборщицы Да Заканчивая Там от кассира От кассира И уборщицы Заканчивая Фармацевтом И естественно На эти Крутхайм Никто не отозвался Потому что в Канаде И в Квбеке Все работает Естественно Совсем по-другому Но так как она видела Что в течение Там нескольких месяцев Ей никто не отозвался Ни на что Она пошла Есть в Квбеке Такое Учреждение Государственное Называется Эмплуа Кубек В каждом В принципе В каждой провинции Есть свой Эмплуа Это как Ну типа Министерство Трудоустройства Да Ну на уровне Как бы канадском Там сидят люди Которые именно Помогают В плане Вот Прежде всего Эммигрантам Людям Профессиональным Людям Которые Как бы Связаны С разными Ассоциациями Профессии Они помогают Дают вам Направление Что вам нужно сделать Какие первые шаги И так дальше И в общем Она через несколько месяцев Значили Ей кто-то подсказал Или она сама догадалась Пойти в этот Эмплуа Кубек Она пришла Все им показала Рассказала О том Что у нее там Огромный опыт Из Молдавии Она и на Украине Работала И в России Естественно Образование И все И они ей рассказали Поэтапно Что она должна делать Дали все телефоны Дали все Контакты Все что ей нужно И она начала двигаться И Прежде всего Что она пошла Сделала Есть кстати Такая организация Ласточка В Монреале Которая помогает С документами И с переводами Но то что ей сказали Сделать Прежде всего Ей нужно было Сделать эквивалент Ее Диплома К эквивалент Короче К местному И это делает вам Государство Все на уровне Государства Это делается Вот Это все сделали Ее эквивалент Значит Был эквивалентен К фармакологу То есть она Фармаколог Кем была Все приняли Все засчитали Плюс опыт работы Значит Как это работает Человек Который имеет Какой-то медицинский Бэкграунд Или уже Который работал Да Фармацевтом В другой стране Он обязательно Должен пройти Курсы местные Курсы во-первых Делают тебе Как бы Как она сказала Для фамилляризации Да То есть Чтобы вы Ознакомились С процессом работы Как работает аптека Изнутри Естественно Со всеми Названиями Лекарств Со всеми Вот этими Технологиями Канадскими Обязательно Вы заканчиваете Трехнедельный Трехмесячный Извиняюсь Колледж Опять-таки Это зависит от программы На которую вы попадаете Есть колледжи Которые учат Три месяца Есть колледжи Которые учат Восемнадцать месяцев Еще раз Подметка Для людей Которые уже С медицинским Бэкграундом Или фармацевты Не говорим Люди с нуля Которые приходят Это не то Вот И В общем Она закончила То есть Курсы От трех до восемнадцати Месяцев И естественно Чем больше ты знаешь Тем меньше тебе Нужно учиться Но например Если ты был Допустим Помощник стоматолога Ты тоже можешь Пойти на эти курсы Но три месяца Тебе будет недостаточно Для того чтобы понять Как действительно Это все работает Поэтому желательно Восемнадцать месяцев Закончить Тогда у тебя И зарплаты больше И все там по-другому идет Вот Но в общем Одним словом Я прыгаю с темы на тему В общем Она закончила Трехмесячный Эти курсы И она сразу Нашла работу Теперь давайте Вот я вам расскажу Как работает Вообще здесь Фармацевтический Весь вот этот бизнес Для нас Кто такой фармацевт Это тот кто Принимает лекарства Раскладывает их Там да Готовит Сортирует Готовит по рецепту И на кассе работает И все-все делает То есть это все В нашем понятии фармацевт Под одним зонтом Здесь это все Разные профессии Вот прям вот В прямом смысле Этого слова То есть у них Есть Коми Это называется Это фейсинг Да Это расприем Таблеток И раскладка По шкафчикам Грубо говоря Вот И Это то кстати С чего она начала То есть это то Куда ее сразу взяли Когда она уже Начала делать Более-менее Курс Резюме Нормальная Вот Потому что до этого Она и плавилась Как фармацевт Естественно Какой фармацевт Нету ни опыта Никакой В сертификат И она даже не в ассоциации Фармацевтов Обязательно Вы должны войти в ассоциацию Фармацевтов Оформиться Когда вы приезжаете Если вы хотите Продолжать работать В этой области Она конечно И плавилась На специальных сайтах Есть она сказала Специальные фармацевтические сайты Там где Работа только Вся по фармацевтике Вот Ну значит Мы сказали Что есть вот этот Коми фейсинг Вот Потом есть То есть сначала Вообще есть кассир Кассир это любой человек Может работать Который закончил школу Он может прийти работать кассиром Он для этого не должен быть фармацевтом Вот Потом идет технику Техник это человек Который уже должен быть Ну по квебекс Это дека Так будем говорить Профессиональная Профессиональный диплом Сертификат узкопрофильный Да Который может быть От 3 до 18 месяцев Опять таки Зависит от программы Которую вы идете Вот И вот этот вот техник Да Он Что делает Он принимает Он считает таблетки Он собирает таблетки Потом идет фармацевт Который по большому счету Только проверяет уже работу И выдает клиенту Таблетки Значит Потом она сказала Что так же Вот И техник И фармацевт Включает в себя Очень много Офисной работы Элементов офисных Заполнение Очень многочисленных бумаг И так дальше Она говорит Вот у нас например В Молдавии И вообще В бывших странах Советских Это все делал Отдельный человек А здесь это все Как бы мы должны делать То есть Немножко все так перемешано Потом Она сказала Что техник Это тот Кто только Первый уровень Начинает работать То есть тот Который Ну вот Делает технические Все вещи Допустим Принимает лекарства Готовит лекарства Но не все На определенном уровне Он их не готовит В смысле Делает лекарства Создает А готовит В баночке Раскладывает Грубо говоря Потому что здесь таблетки Я в одном из своих Видео о лекарствах Рассказывала О том что здесь Лекарства вам не дают В пачках Как вот обычно Вы приходите в аптеку И покупаете лекарства В пачке Если оно по рецепту Мы говорим про лекарства По рецепту А вам в баночках Отсыпают Отливают Сколько нужно Нужную дозу Так вот техники Этим всем занимаются Значит вот зарплата Этого техника После трех месяцев Колледжа От 12 до 13 долларов Минимум Не меньше этого То есть минимум В Канаде грубо говоря Будем говорить 10 долларов А они начинают 12-13 долларов Если вы идете Работать сразу В большую сеть Смогли устроиться То вам даже Могут дать 20-22 доллара В большой сети Для техника После трех месяцев Если вы закончили Техник Ну естественно Это все равно Разные уровни техников Есть знаете Есть техник Который может делать Одно из техник Который может делать Другое Зарплата после 18 месяцев Курса Начальная Если там было 12-13 долларов Здесь минимум 14-50 То есть меньше чем 14 долларов 50 центов Вам не могут заплатить В час Это самое минимум Минимум Плинтус Почему за 18 месяцев Платят больше Ну не потому что Вы дольше учились А потому что Во время учебы Когда вы учитесь Только 3 месяца Вы проходите Только теорию То есть все теоретические знания Там допустим С 4 месяца учебы И до конца До 18 У вас раз Два раза в неделю Вы работаете Уже в аптеке Каждую неделю То есть у вас идет опыт Вы просто напросто Закончив 18 месяцев Курс Уже сразу Выходите с опытом Понимаете Поэтому это меняет Всю картину Поэтому зарплата У вас 14-50 Минимум Вот И потом она сказала Что есть зарплата Также шеф-техник Шеф-техник Это человек Который Мало того Что выполняет Всю свою техническую работу По Фармацевтной части По части фарма Также занимается Частью управления Управления работниками То есть он должен знать Что например У него есть коллектив Тим допустим 5 человек Он должен правильного человека Поставить на правильное На выполнение Правильного технического действия Должен знать Кто сильнее В каких вопросах И в зависимости от этого Аптека будет работать Естественно Либо как на колесиках Либо с постоянными проблемами Потому что Сами понимаете Таблетка Можно Это серьезное дело Вот Поэтому Так как это уже идет С элементами Немножечко менеджмента Здесь зарплата Начинается от 20 долларов Техник Ну как правило Здесь Шеф-техник Должен быть Хотя бы 5 лет Опыта уже должно быть Да Естественно Должен быть И диплом Понятно И Опыт работы То есть Это не то Что вы пришли И за то Что вы такой хороший У вас есть даже Способности к менеджменту Вам сразу Датут 20 долларов Это все время Потом я ее спросила Я думаю Что Вот я немножко Сумбурно рассказываю Но достаточно понятно Да О чем идет речь Я ее спросила Между провинциями Например Если сегодня Она с Клебека Переезжает в Антарио Как это будет работать На что она сказала Что Например В Антарио В колледже У них нету таких программ Как 3 месяца 18 месяцев Нету таких программ То есть Клебеке в этом плане Очень организованно Им нужна рабочая сила Им нужны Не хватают люди Поэтому они делают Все условия Для того Чтобы этих людей брать Им не нужно Заканчивать университет Для того Чтобы работать Фармацевтом Да Потому что Нету такого понятия Фармацевта Фармацевта Действительно Долго нужно идти Во-первых Есть очень много Программ При ассоциации В Клебеке Которые помогают Новым иммигрантам И Облегчают Весь этот процесс Вот Поэтому То есть Там есть Какие-то Свои сложности Есть там Вы должны записаться В ассоциацию Подать документы Свои Ассоциация Фармацевтов Будет рассматривать Ваши бумаги Для того Что Подходите ли вы На ту программу На которую вы заявили Потому что Во время учебы Вам платят деньги В Клебеке И во время учебы Так как Если вы Малообеспеченная семья Вам помогают Со всех сторон Потому что Она сказала Что невозможно И даже эти 3 месяца 18 месяцев Учиться и работать Нету такого Она сказала Это невозможно Потому что Очень много материала Тем более На чужом языке Она сказала При том Что ты идешь учиться В Клебеке Как минимум Нужно знать Хотя бы один язык И желательно французский Потому что В основном Все там на французском Но по большому счету Нужно знать 2 языка Но основные колледжи Которые дают Самые лучшие программы На французском Те которые Вот такие Эффективные Быстрые И там где Вот Все проходит Это говорит Конечно на французском У нее был французский Я не знаю каким таким образом Видимо она учила Либо в школе Либо в институте Французский у нее был На хорошем уровне Ей даже не нужно было Идти на французские курсы Вот Поэтому Вот это как бы Важный элемент Поэтому она Подала на эквивалент Заполнила все документы В ассоциацию И потом Когда они рассмотрели Ее дело И они решили Что возможно Она подходит по документам Они проводят с ней интервью И когда она проходит интервью То естественно Ее аппликацию Как бы Дают разрешение На На вход в эту программу И на дальнейшие Так сказать Все действия Вот Поэтому Когда она переезжает В другую провинцию Вот например Такая как Антарио Изначально Здесь таких программ Вообще не существует Здесь наверняка Есть какие-то Другие свои программы Но Таких коротких нет Она сказала Что Для них Обязательно Ты должен быть Прежде всего Иметь два года образования То есть у них колледж Минимум два года ты учишь Вот даже на техника Два года Нет такого 3-18 месяцев И она говорит Если ты например Учился вот как Например я Я закончила Говорит 3 месяца Не важно что У меня там университет И что я фармаколог И я Как бы эквиваленты Все сделала Он говорит Если есть два года опыта То они зачитывают это То есть например Ты закончил техник Три месяца И отработал уже там Три года То это нормально Потому что они считают Что если ты отработал Два года Это тоже самое эквивалент Если ты отучился за два года. Поэтому в этом плане это все нормально, плюс надо естественно это все зарегистрировать, перерегистрировать в ассоциации фармакологов в этом ордене, сдать тест. Есть какой-то тест, который она должна сдать, и в принципе она может приступать к работе. Она сказала, что у нее было много, ну немного, две ее подруги, которые переехали из Клубэка в Онтарио, сразу нашли работу, очень хорошо оплачиваемую, благодаря чему у них был опыт, у них были очень хорошие рекомендательные письма от работодателей, да, то есть характеристики по-русски, то, что мы называем, рекомендательные письма от бывших менеджеров прямых. Контакты хорошие, можно было позвонить, поговорить и все такое, поэтому в общем девочки без проблем практически сразу устроились на работу, там буквально быстро тесты отстали, потому что тесты, ну все то же самое, да, то есть как бы для человека, который уже работает, это все, знаете, он хирург, он и в Африке хирург, то есть новых там каких-то элементов в теле не найдет, тот же принцип и здесь, вот, и я думаю, что в принципе я так все сказала, вот единственное, что я хочу сказать, что рекомендации я сказала, вот что бы ты могла порекомендовать сегодня, ты сказала, что когда приехала, у тебя не было достаточной информации, сегодня уже по исхождении пяти лет, когда ты прошла все вот эти основные этапы, когда у тебя уже набежал все-таки какой-то опыт, что бы ты могла рекомендовать людям, которые приехали такие, как ты, например, которые работали фармацевтами и так дальше. Она сказала, что рекомендация такая, сразу апплайться в колледж, вот на это от 3 до 18 месяцев, у кого как финансы позволяют, потому что понятно, что вам будут платить деньги за учебу, понятно, что вы можете помощь семьи получить, там очень много всего есть, но пока вот это все происходит, если вы сразу это начинаете, то это берет время, пока все равно вот это включается механизм помощи финансовой от государства, понимаете, то есть это берет время, поэтому она говорит, желательно, чтобы какие-то деньги были изначально, и расчет на то, что работать вы не сможете сначала, поэтому как бы жить очень экономно, и что она сказала, что значит сразу и плайтесь на колледж, особенно если есть хотя бы уже один язык, она говорит, не важно английский или французский, сразу и плайтесь на программу, вот. При выборе колледжа она говорит, выбирайте, какой вам удобен по языку, но она сказала, что, как поступить в колледж, что нужно для этого в твоей профессии, она сказала, что были тесты по математике, очень несложные, абсолютно несложные, и интервью непосредственно, допустим, там, как это сказать, с нестеканом, да, ну, с кем-то, короче, из колледжа, который по этой программе проводит с вами интервью, вот, и уже только потом подавать на эквивалент своего диплома, потому что это вам пригодится, когда вы будете оформляться в ассоциацию, в ассоциацию вам не нужно бежать сразу оформляться, вам нужно сначала и платья на программу, потому что вам по-любому нужно учиться, вам по-любому нужен канадский сертификат, поэтому пока вы подали на сертификат, вы записались в колледж, вы не на сертификат, вы подались, апплаялись на программу в колледж, прошли все проходные эти, все, учеба началась, вы начали учиться, все, и вы учитесь, начинаете потихонечку делать документы, сделали эквивалент, подались в ассоциацию, и потихонечку у вас все крутится, и после вот этого первого года, пока вы все закончили, все эквиваленты готовы на руках, у вас уже год прошел, и у вас уже на руках сертификат, все подтверждено, и вы начинаете работать по профессии. То есть все выглядит замечательно. Вот. То есть она говорит, я бы сделала так. Поэтому я думаю, что я ответила на этот вопрос. Она очень так мило согласилась. Если вдруг какой-то вопрос еще возникнет по именно фармацевтике, она с удовольствием ответит. Думаю, что это было хорошо. Так. Следующий вопрос. Меня просили рассказать о партнерских программах. Вот. Я как-то обмолвилась, спросила у девочек. Они говорят, расскажи, расскажи. Потому что многие блогеры меня смотрят. И написали мне, что, в общем, много слышали, но толком ничего не знают. Я вам хочу сказать, так же и я. Значит, была я в этой каше и немножко сожалею. Смотрите, я сразу хочу здесь оговориться, что для кого-то это хорошо. Я видела блогеров, которым это было хорошо. Но есть блогеры, которым это никак. Вот мой опыт такой, что я сначала скажу свое заключение, я сначала скажу свое заключение, а потом расскажу, в принципе, по большому счету, как это было. Я не была в плюсе, я не была в минусе. Но у меня вообще не было никакого практически контроля денег. Значит, почему, во-первых, я влезла в это все дело? Такая дурная вот есть черта, мы люди хотим всегда больше денег. На самом деле я не хотела денег, просто я увидела, что канал растет понемножечку, понемножечку что-то происходит. И я слышу то здесь, то там, люди в каких-то все программах, все блогеры в каких-то там программах партнерских. И меня так это заинтересовало, думаю, ну почему бы и нет? То есть, как бы я делаю эту работу от любви, от души, от сердца для своих всех любимых подписчиков, но если еще за это смогут платить больше, почему бы и нет? То есть я понимала, что буду платить больше не за мои как бы красивые глаза, да, а за то, что будет возможность больше на платформе моих видео размещать рекламы. Это все понятно. Окей, как бы нет проблем. Сегодня все построено на рекламе, что делать? Весь мир. Если я смогу на этом немножечко больше заработать, ну почему нет? И в общем я, короче, полезла, начала рыться, копаться, и вот увидела таких несколько топовых блогеров русскоязычных с разных, они живут в разных странах, но у них у всех одна была и та же программа, они важны. Смысл их работы у всех один и тот же. Еще потом пожалела, что я с ними уже, я у них была, я с ними была, и мне с тех пор, как я была у них, мне бесконечно сыпятся вот эти предложения от их партнерских программ, меня же прям раздражает это. И все думают, что они лучше, чем другие. В общем, короче, я решила подключиться там в одну программу, имен я не называю, это не важно, потому что смысл работы у всех одинаковый. Как бы да, действительно, они типа делают, вся работа заключается не в том, что они продвигают как бы ваш канал, но ничего, ни хрена не продвигают, просто больше рекламы пихают, вы за счет этого получаете больше денег. Не больше рекламы пихают, а больше возможностей вам дают впихнуть рекламу. Вот как бы так я сказала. Но на сегодняшний день YouTube уже открыл эту возможность без них, так что это окей. Вообще нет смысла в этих программах, вообще никаких. И я увидела несколько блогеров, ушли из этих программ потом, со временем. И я так как бы подумала, бляха-муха. Я сама начинаю видеть, что мне это не нравится. Во-первых, что произошло? Почему мне это перестало нравиться? Во-первых, мой аналитик, который был у меня в моем YouTube, при YouTube канале, у меня есть аналитикс. То есть я могу зайти и проанализировать все свои видео, там буквально поминутно практически, что смотрят, как смотрят, почему смотрят, лайки, дизлайки, проценты, сравнить. Вот это все я могла видеть. А в какой-то момент я не то что перестала это видеть, но я не видела неточную информацию. Самое главное, я вообще потеряла счет деньгам. Я вообще не видела денег. Сейчас, когда ты подписываешься в эту партнерскую программу, они все как бы эти программы практически сотрудничают с YouTube. То есть они все сертифицированы YouTube, что они могут быть партнерами вашими. То есть это не какая-то там компания, которая открылась за углом и делает вам вот эти вот вещи. А если да, то в такую партнерку вступать не нужно. Вот. Когда я заходила на свой, как бы в свой этот электронный кошелек, в свой кабинет в этой компании, я ни хрена там не понимала, если честно. Выплаты шли там раз в месяц, там какие-то исчисления были непонятны. То есть абсолютно нельзя было протрекать вообще никак мою... Я не могла протрекать вообще с деньгами. То есть я вообще не понимала, как это работает. И оказалось, я не одна такая. И смысл в том, что как бы по деньгам получается, что они... Когда я работаю с AdSense, который через Google идет, с YouTube, да, я получаю деньги прямо к себе на счет, в банк могу получать. А когда я работаю через программу, у них нет такой возможности. Они могут переводить на PayPal. как бы и такая фигня у нас получается, ребята, да, ребята, такая фигня получается, что как бы программа партнерская, естественно, берет себе, естественно, процент. Там они берут от 10 до 15 процентов, по-моему. Нет, от 10 до 30 процентов могут брать, в зависимости от программы. И 15 процентов берет PayPal. То есть как бы, ребята, все классно. Как бы я всем заплатила, и практически себе ничего не оставила. Поэтому это было абсолютно нецелесообразно продолжать находиться в этих программах. Во-первых, я потеряла контроль над вообще тем, что происходит в моем аналистике. Во-вторых, я не понимала, что происходит по деньгам, и слишком много их уходит. То есть когда у вас большой блогер, есть блогеры, которые делают там по несколько тысяч в месяц, как бы я совсем не там, там какие-то несчастные десятки долларов, да, там даже не сотни. И как бы я и их не могу увидеть. Ну, вообще смешно просто это было. Вот. И поэтому я ушла. Но когда я решила уходить, как бы оказалось, что это не так просто, что оказывается есть срок выхода. То есть как бы в момент, когда я решаю, что я выхожу, называется, надо внимательно читать контракты. Но знаете, когда там, блин, выдвигается такой листяра здоровый, который надо читать, причем, что он был на русском языке, да, у меня не было сил читать. Я так просмотрела в среднем, все увидела, все поняла. Подписала. А это так у всех программ работает. Как бы есть термо выхода, да, термо такой, что вам надо период три месяца ожидания. То есть как бы вы типа написали отказ, но в течение трех месяцев еще все равно как бы программа продолжает с вас брать деньги, да. То есть вы уже не хотите, вас еще продолжают насиловать. Можно, конечно, с ними судиться, там все есть у них номера телефонов и адвокатов. Ну вы понимаете, кто этим будет заниматься за две копейки, которые там. Так я сидела три месяца, ждала, пока меня отключат. Потом там еще была немножко проблема. Мало того, что вот это все произошло чисто мое, с технической стороны моей, финансовой, аналитической, да, аналития, не будем называть финансовой, с аналитической стороны была проблема. Еще начались проблемы у меня с подписчиками. Какие-то комментарии вылазят, какие-то не вылазят. Кто там, вдруг кто-то не может ставить мне там лайки или оставлять комментарии. Потом люди мне пишут, что написали комментарии, я этот комментарий вообще не вижу. Потом что-то у меня там где-то стерлось. Короче, какая-то белиберда такая началась. Вот, мало того, что еще меня взбесило полностью, когда я вышла с программы, я уже отключилась официально и физически. От нее я как бы вернулась на AdSense, все там восстановилось, и все мои старые данные, конечно, были сохранены, все это там синхронизировалось. Но все мои настройки, которые были настроены на видео, по монетизации, по каким-то настройкам общим, которые касаются лицензии и так далее, все сбилось, все на всех моих 400 видео. То есть, ну, не 4, это я округляю, да, скажем, 350 видео у меня было на тот момент. Это был кошмар. Это 350 видео, надо зайти в каждое. Есть такие вещи, которые вы можете отметить все ее видео и сделать, допустим, на всех видео там ту команду, которую вы хотите, да. Но в большинстве все те настройки, которые у меня были на каждом видео, они сбились на ноль. Мне нужно было заходить в каждое видео, чтобы их возобновить. Это был полный идиотизм, полный идиотизм. Ну, потому что есть очень много разных мини-настроек, которые, как бы, для меня были важны. Ну, естественно, в каждое я не заходила, он заходил в самые важные видео, на мой взгляд, которые там, допустим, есть много видео разных про путешествия, естественно, я туда не заходила. Очень много, большинство информационных, мне нужно было зайти и все настроить. Поэтому это было для меня большое разочарование, что я в очередной раз какой-то погналась за какими-то там двумя дополнительными копейками. В конце это обернулось минус тремя копейками. И кучей самотохи, переписки, связи, нервов каких-то по мелочам. И потом еще нужно было сидеть и настраивать заново аккаунт. Поэтому моя рекомендация такая, что не нужно входить в эти программы, толку у них никакого нет. Вы не заработаете намного больше, чем вы зарабатываете сами. Все, что вы заработаете, заработаете тот маленький плюсик, вы потратите на тот же PayPal в момент перевода этих денег вам на счет. Поэтому нет в этом смысла. Моя рекомендация такая, что это как бы то, чего бы я хотела для своего канала. У меня просто нет никакого продукта, грубо говоря, кроме меня самой. Я и есть продукт моего канала. Ну, например, знаете, есть девочки там, бьюти-блогеры, есть разные там аниматоры, есть геймеры, которые играют. У них есть продукт, да, с которым они пользуются и так дальше. Они являются экспертами в определенных вопросах. И когда есть у них определенное количество аудитория, да, аудиенция, да, таргет какой-то определенный, то все вот большие крупные компании в той или иной отрасли сегодня понимают, что YouTube – это очень большой инструмент для рекламы и продвижения своих продуктов. Они обращаются к таким экспертам, ютюберам, и как бы скрытой, не скрытой рекламой рекламируют свой продукт. Например, когда вдруг там геймер начинает играть только с какой-то игрой, говорит, что там он эксперт от Майнкрафта, например, или что-то. Или девочки, бьюти-блогеры, которые начинают рекламировать там разные помады, крема и так дальше. Во-первых, эти продукты им поставляются бесплатно для пробы. Как бы они им просылают, что типа вот попробуйте и снимите, покажите как бы ваш результат. Во-первых, как бы они получают бесплатные, как бы есть разные виды договоров. Иногда это просто бесплатная продукция, все новинки они получают как бы ежемесячно по ссылке. В этом и заключается такой вид партнерства. Иногда это и то, и, допустим, чека на определенную сумму. Иногда это какая-то реклама, например, что они должны сказать это слово или показать этого спонсора в уголочке экрана или сказать о нем несколько слов в начале сюжета. И так далее. То есть очень много разных есть видов спонсорства, будем называть это спонсорство. Я считаю, что к этому нужно стремиться, потому что это что-то более как бы живое, но как для канала, если вот есть какой-то свой продукт. Это может быть интересно, если мы рассматриваем это как инструмент для зарабатывания денег. В данном случае у меня просто это мое хобби, мне это нравится, я ничего такого не это. Вот у меня буквально был один раз случай, когда ко мне обратилась одна компания, и пока что никак это все не закончилось. Я на самом деле не горю и не бегу ни за кем. Я на своем втором канале, который у меня по вождению, сказала, что в принципе у меня такая цель, чтобы, конечно, хотела работать с учителями по вождению, по Антарио, здесь по Торонто, по Торонто, по Антарио вообще. Но пока что никто не обратился. То есть там, например, тоже какой-то можно договор обговорить. То есть вот какие-то такие виды промоушенов, которым я считаю, что каналу может быть интересно стремиться, если рассматривать это с финансовой точки зрения. Партнерство? Партнерству нет. Такому партнерству. Есть еще также много партнеров, что партнеры, не партнеры, это когда ютюберы между собой договариваются и делают, например, какие-то совместные видео. Например, я скажу, что сегодня мы делаем видео в поддержку канала такого-то, а тот канал скажет, мы делаем видео в поддержку такого-то. Или иногда два ютюбера встречаются, блогеры, и начинают вести, допустим, какую-то общую совместную передачу или ролик. В основном, как правило, это является целью привлечения новой аудитории к каналу. То есть, допустим, с того канала придут ко мне, а с твоего ко мне придут. И, в общем, мы обменяемся таким образом. Там еще плюс, сколько-то там, икс подписчиков дополнительных. Ну, да, или просмотров тех же даже. Вот. Ну, это так немножечко про ютюб было. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Продолжение следует...